Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы на нас до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать на канале. Масса полезного и интересного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если интересуют автомобили в наличии или вакансии в компании, все это также найдете по ссылочкам, которые будут в описании. Герой нашего сегодняшнего сюжета это своего рода темная лошадка. Мало кто всерьез задумывается об этом автомобиле, если готовится к покупке поддержанного авто. Тем не менее, когда эти машины были новыми, они неплохо продавались, благодаря низкой цене. В том числе, кстати, снизка в популярность и в службах такси. Если вы ищете для себя максимально комфортный, но при этом недорогой в эксплуатации и надежный автомобиль, обратите внимание на эту машину. Ну а мы сегодня расскажем, чего можно ожидать от поддержанного Renault Fluence. Renault Fluence нельзя назвать супер-долгожителем конвейера. И тем не менее, выпуск этого автомобиля продолжался на протяжении 8 лет с 2009 по 2017 годы. В 2012-13 годах машину провели через рестайлинг. По части агрегатов на российском рынке Fluence продавались с двумя вариантами моторов по объему и оба бензиновых. 1,6 литра на 106 лошадиных сил и 2,0 на 137 лошадей. У до рестайлинга мотор 1,6 сочетался с автоматической коробкой передач, либо с механикой. Двушка оснащалась вариаторной коробкой. На рестайлинге добавился еще один двигатель 1,6 литра, но уже на 114 лошадей, который агрегатировался с вариаторной КПП. Автоматов на рестайлинговых машинах больше не стало, а 2-литровый двигатель обзавелся версией с механикой на 6 скоростей. Привод у любого Fluence будет сугубо на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2011 года выпуска. Мотор 1,6, 106 лошадей, автомат и 230 тысяч родного пробега. Renault Fluence автомобиль не маленький. Длина кузова здесь 4,62 м, ширина 1,80 м, высота 1,47 м. А колесная база тоже вполне взрослая 2,70 м. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на кузове Renault Fluence, то здесь цифры будут побольше, чем мы привыкли видеть это, например, на японских автомобилях. Тем более на японцах для внутреннего рынка. Толщина ЛКП для родной краски для Fluence будет лежать в диапазоне от 110-115 до 150-170 микрон. Самое интересное, что более толстый слой краски на кузове не обозначает ее повышенной прочности. Fluence охотно обрастает сколами и царапинами. Причем часть дефектов по ЛКП получается вследствие, например, проседания дверных петель, когда уплотнитель начинает банально протирать окрас на пороге. Подобные вещи случаются в том числе и на Renault Duster. С большой долей вероятности подобную «проблему» можно обнаружить на любом более-менее пробежном представителе вида. Также у Renault Fluence есть проблема с ограничителями дверей, которая выглядит и слышится примерно вот так. С этим ничего не сделаешь, только замена самого ограничителя хода. То же самое происходит и с крышкой багажника в месте контакта с резиновым уплотнителем. Но, что характерно, Renault Fluence не относится к быстрогниющим автомобилям. Скорее наоборот. Качество обработки металла здесь очень хорошее, и даже открытые сколы не слишком торопятся превращаться в рыжие пятна. Однако это не исключает необходимости осматривать понравившийся автомобиль на подъемнике. В конце концов, много таких автомобилей уже пережили кузовной ремонт, а то и не один. А качество этого кузовного ремонта на следующие 3-5 лет, увы, предсказать невозможно. Что касается интерьера, то, по большому счету, проблем с интерьером автомобиля у Fluence не так уж и много. Да, некоторые владельцы жаловались на глюки системы климат-контроля, но в нашем случае в комплектации самый обычный кондиционер, поэтому вопрос снят. А также на относительно небольшой ресурс моторчика вентилятора-отопителя салона. Так что при осмотре подержанного экземпляра не забывайте проверить климатическую установку во всех режимах работы, вплоть до максимальной скорости обдува. Дабы после покупки не лезть под панель и не менять, собственно, моторчик-отопителя. В остальном же интерьер этого автомобиля оставляет довольно положительное впечатление. Здесь достаточно места. При моем росте 1,86 м мне удалось довольно быстро подобрать для себя удобную посадку за рулем. Кстати, кресла в меру мягкие и при этом плюс-минус профилированные. Спину держат. Кроме того, сама панель, верхняя ее часть, выполнена из мягкого пластика. К сожалению, того же не сказать о дверных картах и о низе приборной панели. По части обзорности у этого седана также все в порядке, не считая зауженных краю боковых зеркал. Правда, наличие здесь преломления с краю зеркала, убирающего слепые зоны, однозначный плюс, который позволяет вам более уверенно чувствовать себя в потоке. Еще один плюс флюенса, который, как нельзя, кстати, пришелся тем, кто использовал такие машины в качестве такси. Это задний диван. Вернее, пространство на втором ряду. Здесь достаточно места над головой и колени не упираются в сидение. Даже при моей регулировке сам за собой. Кроме того, даже несмотря на базовую комплектацию, в этой машине присутствует широкий подлокотник для задних пассажиров, где размещается три подстаканника различного диаметра, в зависимости от того, какую тару вы планируете туда ставить. Здесь довольно удачный наклон спинки и с обзорностью для задних пассажиров здесь все также в порядке. Из минусов для пассажиров заднего ряда наличие у этого автомобиля тоннеля на полу. Он не запредельно высокий, но он все же присутствует. Зато есть пространство под передним креслом, куда можно девать ступни. Ну а теперь про начинку подкапотного пространства Fluence. Базовым мотором в данном случае на дорестайлингах являлся двигатель объемом 1,6 литра, развивающий 106 лошадиных сил и выдающий 145 ньютонометров крутящего момента. К4М. Это довольно старая и легендарная в плане надежности реношная чугунная четверка. Здесь два верхних распредвала, ременный привод газораспределительного механизма, есть фазовращатель и гидрокомпенсаторы. На остальных двигателях Fluence гидрокомпенсаторов уже не будет. Впрыск топлива самый обычный распределенный. И вообще этот двигатель на самом деле крайне непривередлив к качеству бензина и вполне довольствуется 92-м. Что касается ресурса поршневой группы, он здесь завидный, особенно по современным меркам. Рено Логан из-под такси соврать в этом плане не дадут. Моторы эти выхаживают свыше 500 тысяч километров пробега, но при этом иногда досаждают своим владельцам разного рода мелкими неприятностями, такими, например, как течь и масло. Масло здесь может течь как по прокладке клапанной крышки, так, например, и по сальникам коленчатого вала. Также случается увидеть на таких агрегатах и течь антифриза, как правило, повинен в этом треснувший корпус термостата. Также некоторые владельцы сталкивались с преждевременной кончиной фазовращателя, который отправлялся на замену еще на пробеге до 80 тысяч километров. Регламент замены ремня ГРМ на этом моторе 60 тысяч. Ремень может выходить и больше, но проверять это вряд ли у кого-то будет желание, так как при обрыве ремня ГРМ К4М клапана загнет. Практически ничего не значащим на фоне надежности этого двигателя является расход топлива. Здесь он будет, конечно, побольше, чем на более современных агрегатах. Тем не менее, рекомендовать машину с таким двигателем к покупке не только можно, но даже нужно. Особенно, если вы никуда не торопитесь, ездите размеренно, а вам важнее количество километров, которые вы можете проехать без капремонта. Второй двигатель под капотом Fluence появился с рестайлингом. Это H4M. Более известная маркировка этого двигателя для поклонников марки Nissan HR16DE. Этот двигатель объемом 1,6 выдавал 110 лошадиных сил. Это уже алюминиевая рядная четверка, также с двумя распредвалами с фазовращателями, самым обычным распределенным впрыском топлива, но с цепным приводом газораспределительного механизма и лишенная гидрокомпенсаторов. Этот двигатель также неплох в плане своего ресурса и свои 300 тысяч плюсов способен отъездить. Однако к нюансам эксплуатации подобных машин можно отнести, например, необходимость замены цепей газораспределительного механизма на пробегах около 150 или чуть больше. Также по регламенту зазоры клапанов должны регулироваться раз в 100 тысяч километров. На практике не всегда приходится этим заниматься. Пожалуй, самая существенная проблема H4M, он же HR16DE, это открывающийся в некоторых случаях масложор после 150 тысяч километров пробега. Поэтому при осмотре машины с таким мотором обязательно проверяйте двигатель на предмет дымности. Также из проблемных моментов более современного мотора 1,6 – это реле блока зажигания, в случае отказа которого вы уже никуда не уедете, и периодически преследующий владельцев подобных машин свист ремня навесного оборудования. Ну и третий двигатель – это 2 литра М4Р. Алюминиевая рядная четверка, два верхних распредвала, цепь ГРМ 137 лошадиных сил. Этот двигатель очень сильно похож на МР20DE от Ниссана. И даже рекомендация по замене свечей моментным ключом здесь тоже действует. На этом двигателе, перетянув свечу, можно получить трещину в головке блока цилиндров, что впоследствии приведет к необходимости дорогого ремонта. Ресурс цепи все тот же – 150-200 тысяч километров, около 200 тысяч живет фазовращатель. Ну и рекомендация по проверке мотора на дымность, она также здесь актуальна, поскольку М4Р также может подъедать масло. Однако в целом ресурс двухлитрового двигателя – это около 350 тысяч километров пробега. Ну а теперь про коробки передачи. Сначала про механику. На дорестайлинговых флюенсах с мотором 1.6 ставили пятиступку JR5. Эта трансмиссия крайне надежна, хотя не отличается мягкостью переключений и особой бесшумностью в работе. Кстати, пожалуй, самая большая проблема этой КПП и есть гул подшипников. При условии, что вы хотя бы иногда меняете масло в механической трансмиссии, JR5 – это очень даже хороший вариант, который отработает далеко за 300-350 тысяч. Расстроит в случае с такой КПП разве что расхлябанность самой кулисы выбора передач, которая из новья-то не отличается четкостью, а к большому пробегу и вовсе теряет ее остатки. На рестайлинговых флюенсах с мотором 2 литра стали тоже ставить механическую коробку, но более современную – TL4. Это шестиступка, и вот она отличается механизмом выбора передач повышенной легкости и четкости. Управлять флюенсом с такой коробкой гораздо приятнее, да и в плане ресурса она не хуже предшественника. Стоит иметь в виду, что привод переключения передач в обоих случаях будет тросовый, поэтому не удивляйтесь, если после холодов зимой механизм подмерзнет. Что касается двухпедальных версий. На дорестайлинге с мотором 1.6 устанавливался классический автомат на 4 передачи, его маркировка DP2. Эта трансмиссия к моменту попадания на флюенс в целом была подлечена от детских болезней первых версий. Но, тем не менее, относительно небольшой ресурс целиновых регуляторов втулок никуда не делся, поэтому при покупке подобного автомобиля крайне желателен довольно обстоятельный тест-драйв в разных режимах, на холодную и на прогретую тоже, чтобы убедиться в нормальной работе КПП. Переключаться она должна плавно, без рывков и дерганий. Кстати, этот автомат не любит перегрева, поэтому избегайте длительных пробуксовок. Спокойный стиль вождения поможет продлить срок службы этой трансмиссии за отметку 200 тысяч плюс. Что касается версии 2.0 и машин с мотором 1.6 на рестайлинге, то на такие автомобили устанавливались вариаторные трансмиссии. Для дорестайлинговых двушек шла коробка японской фирмы JATCO GF-011E. Эта трансмиссия также устанавливалась на Nissan Qashqai в кузове G10. В целом, этот вариатор на самом деле неплох. Он довольно изучен, есть запчасти, его ресурс при нормальной адекватной эксплуатации это около 250 тысяч километров пробега. Правда, в нем надо почаще менять масло. На рестайлинговых двухлитровых флюенсах ставили другой вариатор GF-016E. Самой большой проблемой которого, пожалуй, является неремонтопригодный гидроблок, который придется менять в сборе, что удорожает всю процедуру. Такая трансмиссия устанавливается на двухлитровый Nissan Qashqai в кузове G11. Ну а, пожалуй, самым внимательным нужно быть при покупке рестайлинговой машины с мотором H4M 1.6, поскольку там стоял вариатор GF-015, тот же самый, который устанавливали на Nissan Juke. Эта трансмиссия гибрид-автомата на две передачи и вариатора получилась изначально довольно сырой, и в процессе выпуска компания ее неоднократно дорабатывала. Поэтому, чем свежее будет подобная машина, тем меньше шанс лично у вас попасть на переборку трансмиссии. Так что, если вы смотрите рестайл на 1.6 с вариатором, тщательная диагностика вообще обязательный пункт. Однако и эта коробка при бережном обращении проедет под 200 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на Fluence снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Его каталожное значение для этой модели 158 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. На самом деле, низшая точка автомобиля будет находиться в районе защиты моторного отсека. Расстояние от асфальта порядка 17 сантиметров. Передний бампер, его нижний пластиковый край находится на расстоянии в 21 сантиметр от асфальта. Расстояние до порога за передним колесом 19 сантиметров. Задняя часть повыше 22. А расстояние от асфальта до края заднего бампера 25 сантиметров. Причем, надо отметить, что здесь абсолютно ничего не свисает ниже этого габарита. Даже глушитель находится в габарите бампера. Поэтому, паркуясь задним ходом на этом автомобиле, вы можете смело ехать до касания препятствия колесом. Да и вообще, даже с учетом длинной базы, высокий дорожный просвет идет только на пользу Fluence как модели. Так что в городских дворах эта машина будет чувствовать себя нормально. Что касается ходовой части Renault Fluence, то его подвеска абсолютно про комфорт. Она мягкая, ходы здесь длинные. Отточенной управляемости от этого седана ожидать не приходится. Зато по грунтовке можно ехать с нормальной скоростью и не сильно притормаживать при проезде трамвайных путей. Что касается конструктива, то передняя подвеска здесь типа Макферсон. Шаровые опоры в данном случае приклепаны к рычагам. И по задумке производителя, конечно, меняются вместе с ними в сборе. Но, как вариант, можно подобрать аналог и поставить ее уже на болтовое крепление. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае расположен на переднем подрамнике. И доступ к нему полностью отсутствует. Так что для замены втулок стабилизатора подрамник без вариантов придется демонтировать. При осмотре поддержанного Fluence обращайте внимание на то, как чувствуют себя привода. Да, особенно если речь идет про автомобиль с большим пробегом. Помимо контроля на предмет отсутствия течи сальников приводов, желательно послушать, как они себя ведут. То есть проверить отсутствие постороннего звука и хруста при трогании с места с вывернутыми колесами. А также отсутствие вибрации на ходу при разгоне. Чаще прочего под замену отправляется именно правый привод. Что касается антикоррозийной обработки, у Fluence с этим все в порядке. В отличие, например, от автомобилей для внутреннего японского рынка, антикор здесь с завода. И нанесен он на всю площадь днища автомобиля. Естественно, следует иметь в виду, что при нарушении заводского покрытия, например, в результате удара днищем о камень, в этом месте запросто может начать развиваться коррозия. Но если Fluence не использовался для езды вне асфальта, с большой долей вероятности ржавчины на автомобиле даже плюс-минус почтенного возраста снизу вы не увидите. Ну, либо она будет только на элементах выхлопной системы и на рычагах подвески. Что касается задней подвески автомобиля, здесь все очень и очень просто. Самая обычная балка, два сайлинблока балки, втулки на амортизаторах больше, резинок здесь нет. Амортизаторы стоят отдельно от пружины, а из интересного здесь то, что стояночный тормоз воздействует на основные суппорта, а также решение объединить ступицу и тормозной диск именно сзади. Так что при замене тормозного диска вы заодно замените и ступицу тоже. Общий вывод по Renault Fluence, как по модели, будет следующий. На самом деле, эту машину очень даже можно рассматривать в качестве покупки, если вам нужен именно леворульный седан с мягкой комфортной подвеской. Этот автомобиль предлагает удобный просторный салон, большой багажник, очень хорошо сопротивляющийся ржавчине кузов, а также надежные двигатели, особенно если речь идет про старые 1.6 на 106 лошадиных сил. Если хотите абсолютную надежность, покупайте Fluence с механической коробкой. Ну а к машине с двумя педалями просто нужно чуть ответственнее подойти в плане диагностики при покупке. И тогда она вас точно не разочарует. С учетом того, что цены на эту модель, как правило, ниже, чем на аналогичные модели от компаний-конкурентов, покупка Fluence представляется вполне себе рациональным вложением денег. На этом наш обзор подошел к концу. Если понравился и оказался полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а если у вас был Renault Fluence, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, все это пишите в комментариях, чтобы людям, которые думают о покупке такой машины, было проще сделать выбор. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok